Всем добрый день! Моё выступление сегодня будет посвящено подготовке дизайнеров графиков в Санкт-Петербургском государственном университете. Я расскажу о ключевых принципах подготовки дизайнеров в контексте междисциплинарного пространства классического университета. И здесь мне бы хотелось поговорить о содержании основной образовательной программы магистратуры в области графического дизайна. Программа реализуется в Санкт-Петербургском университете уже 22 года. И программа, основная идея практикоориентированной модели подготовки дизайнеров в классическом университете базируется на двух принципах. Первый принцип – это авторские уникальные педагогические методики, разработанные преподавателями-практиками в Санкт-Петербургском университете для обеспечения вариативности и актуальности современной дизайн-практики для будущей профессии графических дизайнеров. И эта практикоориентированная модель и профессиональные дисциплины находятся в тесной взаимосвязи с традициями гуманитарной подготовки в классическом университете. И таким образом в образовательной модели программы графический дизайн в подготовке магистров находятся в тесном взаимодействии теоретические гуманитарные дисциплины и знания и достаточно обширная профессиональная практика в области графического дизайна. В контексте подготовки дизайнеров графиков в магистратуре очень важно удивлять внимание не только академической составляющей учебного процесса, но и также достаточно серьезно мы обращаем внимание на практику. И практика в области графического дизайна имеет несколько составляющих. Это и ведение индивидуальных дипломных проектов на различную актуальную тематику, международную тематику, тематику, посвященную региональным проблемам, тематику, посвященную в том числе и междисциплинарному пространству университета. И здесь я хочу прокомментировать те связи, то взаимодействие, которое осуществляется в рамках именно практической учебной деятельности нашей программы. Мы имеем достаточно широкий круг организаций партнеров, наработанных за годы существования программы подготовки дизайнеров в Санкт-Петербургском университете. Графический дизайн университета является членом Международной ассоциации вузов в области дизайна, медиа и искусства «Кумулус». В рамках учебного процесса наши студенты вовлекаются в рамках своей проектной и научной деятельности в мероприятия Международной ассоциации «Кумулус». Это и конференции, и проекты социальной направленности. Также университет сотрудничает с университетом АЛЦА и университетом Сапиенца в Риме, и в этих университетах проходит стажировку и наши студенты, и наши выпускники, и в этих университетах преподают выпускники магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета. Также начата программа взаимодействия в области проведения практик, арт-практик с арт-пространствами Эстонской академии художеств Таллини. Очень серьезная идет работа у нас уже более 10 лет с Фондом поддержки культуры и искусства про арты Санкт-Петербургским фондом. Это наш давний партнер, и именно благодаря взаимодействию с этим фондом в рамках магистратуры и бакалавриата графического дизайна в Санкт-Петербургском университете началась программа «Музейный дизайн». Эта программа реализуется у нас в рамках производственных практик, и студенты, дизайнеры графики в своей проектной деятельности занимаются проектированием комплексных графических систем для музеев Санкт-Петербурга. И благодаря этой программе у нас появляются новые партнеры, в частности, парк культуры и отдыха на Елагином острове. Также мы сотрудничаем с галереями искусства, дизайна Санкт-Петербурга. Это галерея дизайна «Буллхауп», галерея «Новые музеи современного искусства», и выставочные площадки Санкт-Петербурга становятся пространствами, в которых наши магистранты могут проявлять себя уже как профессионалы, еще находясь в статусе студентов университета. И на этих площадках мы ежегодно проводим наши профессиональные выставки, выставки работ наших студентов. И, безусловно, в рамках своей образовательной деятельности мы находимся в тесном сотрудничестве с Санкт-Петербургским союзом дизайнеров, который является нашим постоянным экспертным органом, участвующим в нашей образовательной деятельности на этапе выпускных квалификационных проектов. Как я уже сказала, помимо теоретической подготовки дизайнеров, важное место занимает их практическая деятельность, учебная деятельность, профессиональная деятельность. И тематика наших курсовых и дипломных проектов отражает основные актуальные направления в деятельности дизайнеров. И наши студенты в период выбора тем для своих дипломных проектов и в период работы над дипломными проектами проходят практику в подразделениях Санкт-Петербургского университета, таких как медиа-центр СПБГУ, различные лаборатории и клиники СПБГУ, такие как социальная клиника, психологическая клиника. И по тематике актуальных направлений и подразделений Санкт-Петербургского университета наши студенты выполняют курсовые и дипломные проекты. Достаточно много проектов мы выполнили также для ЦПКО имени Кирова. По этим проектам авторские коллективы наших студентов имеют возможность подать заявки на оформление авторских патентов и увидеть свои проекты уже в реализации, что очень важно для процесса апробации наших дизайнерских концепций и для формирования профессионального портфолио для наших выпускников. Также в места проведения практик у нас включены и международные, и всероссийские профессиональные события. Это и бьеннале графического дизайна «Золотая пчела», участниками которого являются и наши студенты, и наши выпускники, и наши преподаватели. Это московское бьеннале современного искусства, в рамках которой наши студенты также проходят практики. Мы также получаем многочисленные заявки на проектирование от фондов, организаций и работодателей Санкт-Петербурга. И вот эта концепция взаимодействия академических, теоретических дисциплин и непрерывной практической деятельности в рамках практикоориентированных дисциплины, в рамках учебных и производственных практик позволяет нашим студентам за период обучения в университете на программе магистратуры и сформировать портфолио их творческих профессиональных проектов. И с этим портфолио наши выпускники уже имеют возможность на более близкую, понятную и объективную коммуникацию с будущими работодателями. И в связи с тем, что работодатели достаточно активно вовлекаются в образовательный процесс, в основном это происходит на уровне проведения процедур государственной итоговой аттестации, и наши работодатели входят в состав государственной аттестационной комиссии, это и представители союза дизайнеров, это и представители музеев Санкт-Петербурга, представители дизайн-бюро и рекламных агентств, входят в состав государственной экзаменационной комиссии и также представители работодателей приглашаются нами в качестве рецензентов наших дипломных проектов. Соответственно, еще на уровне итоговых процедур наши студенты имеют возможность продемонстрировать свои компетенции будущим работодателям, что приводит к достаточно активному взаимодействию. И в течение нескольких месяцев после выпуска наши выпускники имеют возможность содержательного трудоустройства по выбранной ими специальности. Учитывая, что стажировку наши выпускники проходят еще на этапе обучения, вариативность возможностей работы дизайнеров графиков в современных условиях крайне широкая. Учебный план по нашей специальности включает различные дисциплины, которые дают студентам достаточно большую вариативность в практике по различным направлениям в области графического дизайна. Это и дизайн графика в мультимедиа среде, это работа с печатными изданиями, это работа с брендированием, это работа с сайтами. Таким образом, у выпускников дизайнеров графиков есть возможность выбора из достаточно широкого спектра направлений деятельности. И первую часть презентации я хочу закончить вот таким рейтингом наиболее представительных работодателей и мест трудоустройства наших выпускников. И этот список начинает Санкт-Петербургский государственный университет. И для нас это является таким очень важным маркером и показателем хорошего качественного результата обучения в университете. И в Санкт-Петербургском университете дизайнеры графики востребованы и для создания, для дизайн-сопровождения онлайн-курсов, и для сопровождения учебной деятельности. Также наши выпускники работают в научно-исследовательском и проектном центре генерального плана Санкт-Петербурга. Наши выпускники сопровождают деятельность Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Дизайнеры графики работают как уже театральные дизайнеры в театрах Петербурга и Москвы. Достаточно тесно наши дизайнеры сотрудничают со сферой IT-технологий. И здесь вы можете увидеть среди работодателей и крупные компании, такие как Мегафон, Сбербанк, Яндекс, Мейл.ру групп, iFree, группа компаний IT. Также наши выпускники-магистры востребованы и как преподаватели. И надо сказать, что половину педагогического состава вузов Петербурга именно составляют выпускники Санкт-Петербургского университета. Также наши выпускники ведут свою профессиональную и педагогическую деятельность в наших вузах-партнерах и в зарубежных дизайн-компаниях. И чтобы не быть голосновной, я бы хотела в завершение сегодняшней презентации показать небольшой видеоролик. Этот ролик выполнен нашим дипломником. И в нем отражены уже визуально основные направления учебной деятельности программы графический дизайн и основные концепции подготовки дизайнеров графиков в Санкт-Петербургском университете. Как я уже сказала, ключевым акцентом подготовки дизайнеров графиков является взаимосвязь современных дизайнерских образовательных концепций и традиций классического университетского образования. Инновации и традиции. Концепции, креативные концепции, развивающиеся на примере нашей проектной деятельности, можно продемонстрировать и такими заданиями, как разработка логотипов, анимированные логотипы, либо это печатные формы работы со шрифтами. Дальше наши студенты также занимаются разработкой плакатов. Дизайн плаката, графическое сопровождение мероприятий достаточно много места занимает в программе по проектированию. Также, как я сказала, мы уделяем большое внимание и дизайн графики в мультимедиа-среде. Моушн-графика является обязательной составляющей всех наших комплексных проектов, в том числе дипломных проектов. Тематика достаточно разнообразная, проектная. И здесь очень важное место занимает и арт-практика дизайнеров. И это, наверное, наиболее сильная, отличительная особенность нашей образовательной программы – взаимодействие дизайн-практики, диджитал-технологий и арт-практики, традиционной арт-практики. Это взаимодействие направлено на усиление и креативную составляющую выпускных дипломных проектов. Также очень важным моментом в подготовке дизайнеров является их участие в выставочной деятельности. И здесь они получают возможность выступить и как авторы выставочных концепций, и как авторы комплексных дизайн-продуктов. Как я уже сказала, наших студентов мы также привлекаем и к нашей конференционной деятельности. И наши студенты являются постоянными участниками выставок в рамках конференций. Дипломные проекты также носят междисциплинарный характер. У нас достаточно много проектов, посвященных науке, образовательным каким-то вопросам, интересам в области смежных профессий. И, конечно, очень важна география наших выпускников. Это такой завершающий слайд. То есть школа графического дизайна Санкт-Петербургского университета уже представляет из себя такую международную дизайн-коллаборацию. И на этом я бы хотела завершить свой доклад. И спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok